МК «Запорожсталь» приступает к реализации проекта по строительству кислородно-конвертерного цеха. Рекорды логистики. За два года «Запорожсталь» отправил через Запорожский речной порт более 1 миллиона 200 тысяч тонн продукции. Спортивный четверг. Занятия спортом для работников и членов семьи запорожсталицев становятся доступнее. Строительство кислородно-конвертерного цеха, о начале которого заявил генеральный директор МК «Запорожсталь» Ростислав Шурма, это не только тысячи рабочих мест, но и многомиллиардные инвестиции. Кроме того, реализация проекта выведет производство стали на комбинате на самый современный технологический и экологический уровень. За два с половиной года в реализацию природоохранных проектов комбинат вложил более 250 миллионов долларов. И несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, продолжит техническую модернизацию с экологической составляющей. Следующий этап – переход на кислородно-конвертерный способ производства стали, что позволит на четверть снизить экологическую нагрузку на регион. Это проект общим объемом инвестиций в полтора миллиарда долларов. Это проект, в строительстве которого будет задействовано более двух тысяч человек. Это проект, для строительства которого нужно будет до полумиллиона кубов бетона, 100 тысяч тонн металлоконструкции, 50 тысяч тонн технологического оборудования. Это проект, который по всем мировым стандартам строить от трех до пяти лет. Первый этап о начале реализации, которого объявил Ростислав Шурма – подготовка земельного участка в районе Балки Маркусова. Сейчас на этом месте отвалы запроштали. Часть территории принадлежит городу. И это место давно известно в Украине как рассадник криминала. В лихие 90-е автоматные очереди здесь раздавались едва ли не ежедневно. Отвалы – источник не только богатства для десятков криминальных авторитетов, но и бесперерывная головная боль правоохранительных структур. Даже в 2014 году было зафиксировано две попытки вооруженного захвата части территории Балки. После реализации проекта и в результате этого проекта отвалы как класс, они в принципе исчезнут. Чтобы подготовить территорию отвалов к строительству кислородно-конвертерного цеха, необходимо два года. Предстоит переместить полтора миллиона тонн материалов. Общая площадь территории – 50 гектаров. Это примерно 70 футбольных полей. Запланировано также создание 300-метровой санитарно-защитной зоны. По словам Ростислава Шурмы, комбинат планирует создать зеленую санитарно-защитную зону не только на территории комбината в Балке Маркусова, но готовы за свои средства ликвидировать и озеленить территорию Черной горы, которая нынче пребывает в коммунальной собственности Запорожья. Чтобы создание полноценной зеленой зоны стало возможным, потребуется еще добрая воля руководства города во главе с Александром Сином. При этом мэру придется идти навстречу не Запорожстали, а Запорожцам. Именно в их интересах комбинат намерен преобразить проблемный участок, превратив его в защитную зону европейского типа. Аналогичные работы в Днепропетровске были проведены при реконструкции комбината «Интерпайпсталь». Есть два пути, по которым можно пойти. Первый путь – это продолжать зарабатывать деньги, устроить рассадник криминала, устроить экологическую проблему, потому что переработка – это сепарация, это пыление, это грязь. Или второй путь – пойти по пути благоустройства города. Вопрос такого сотрудничества обсуждался несколько месяцев назад. Тогда Александр Син заявил, что поддерживает начинание комбината «Запорожсталь». Так ли это на самом деле станет известно в ближайшем будущем? По словам Ростислава Шурмы, проект строительства кислородно-конвертерного цеха станет главной индустриальной стройкой в Украине, а город Запорожье, кроме существенного снижения техногенной нагрузки, получит новые рабочие места, отчисление в бюджет, уменьшение уровня криминала и напряженности в городе и современную промышленную площадку. Активное сотрудничество комбината «Запорожсталь» с запорожским речным портом возобновилось в октябре 2012 года, когда комбинат отправил через речные ворота города около 50 тысяч тонн продукции. Теперь эта цифра за весь период навигации с 2012 по 2014 годы составила более 1 миллиона 200 тысяч тонн. От этого тесного сотрудничества выигрывает запорожский регион. Речный порт обеспечен работой, продукция комбината вовремя доставляется потребителям. Именно сегодня эта работа позволяет бесперебойно функционировать и доставлять все грузы нашим клиентам. И история нашего сотрудничества, я считаю, очень хорошая. Мы системно каждый год увеличиваем объемы перевалки. В 2014 году продукция комбината, отгруженная потребителям через речные порты Украины, направлялась в 17 портов пяти стран Европы. Греция, Румыния, Болгария, Сербия и Австрия, а также в Турцию. Такая логистика позволила сократить срок доставки груза до потребителя на 15-20 суток. Мы используем свой флот для того, чтобы довезти до Херсона. Там перегружаем уже на морские суда, те, которые уже везут груз в другие порты. Уже порты не Черного моря, а дальше. В июне и ноябре 2014 года грузооборот продукции в Запорожском речном порту достиг 100 тысяч тонн в месяц, что является максимальным объемом перевалки продукции комбината среди портов Украины. Еще один немаловажный фактор – укрепление экономической позиции Запорожского речного порта. Мы привели в порядок всю технику, перевели краны на повышенную грузоподъемность, переставили, увеличили количество сладов. В этом году мы взяли пока в аренду, в дальнейшем посмотрим, 16-тонный погрузчик. С его помощью мы использовали тыловые причалы наши. Это все для переработки металлопродукции Запоростана. Мы с восторгом смотрим на сотрудничество с Запоростаном. Благодаря эффективному сотрудничеству с Запорожским речным портом решается сразу несколько государственных проблем. Это значит работа у нас в Запорожье, это значит налоги, наш запорожский бюджет. Это значит нормальная работа комбината и стабильные валютные поступления в страну. Наращивание объемов экспортных отгрузок, снижение себестоимости продукции, эффективная логистика, валютные поступления в бюджет. По словам экспертов, все эти факторы благоприятно влияют как на экономику Запорожского края, так и на экономику Украины. Здоровье трудящихся, развитие спорта и физической культуры – приоритет социальной политики комбината «Запорожсталь». На базе реконструированного легкоатлетического манежа стартовал новый проект для запорожсталевцев под названием «Спортивный четверг». Такая программа нашлась очень хорошо и к сердцу, и до души. Заниматься спортом надо, эта жизнь показывает. Вы же понимаете, движение – это жизнь, или наоборот, жизнь – это движение. Позитивно то, что пришли, особенно с маленькими детками, и тоже, я вижу, есть место, где походить, на что посмотреть, с кем позаниматься. Очень хорошо то, что разнообразие в видах выбора. Тренажерный зал, бадминтон, настольный теннис, беговые дорожки и многое другое для работников комбината «Запорожсталь» и их семей. Это в очередной раз объединит и трудовой коллектив комбината «Запорожсталь», потому что здесь будут заниматься не конкретно какие-то цеха, а все структурные подразделения предприятия могут сюда прийти в четверг и провести два часа, отдав себя полностью спорту. Второй положительный момент, что сюда можно приходить с семьями. Это тоже очень хорошо. Это прекрасная тенденция объединения не только трудового коллектива комбината «Запорожсталь», а и семей металлургов. По словам запорожсталюцев, реализация новой программы «Спортивный четверг» – это отличная возможность хорошо отдохнуть, да еще и использовать для здоровья. Ребенок с семьей будем приходить обязательно. И всех призываем приходить сюда, заниматься спортом. Для того, чтобы молодежь, и не только молодежь, и люди старшего возраста занялись спортом, все-таки занялись собой, провели хорошо время, может быть, приобрели друзей здесь себе по интересам новых. Поэтому очень хорошее мероприятие. Очень нравится. Что больше всего понравилось? Наверное, пробежка. Расскажи, что тебе больше всего понравилось? Бегать. А еще? Ну, все нравится. Можешь сюда приходить? Угу. На сегодняшний день в легкотлетическом манеже созданы все условия для занятий спортом. В его стенах тренируются как профессиональные спортсмены, так и любители. Открытие новых секций, замена витражей, обновление разметки беговых дорожек, фотофиниш, энергосберегающее освещение, новая акустическая система. Все это сделано благодаря финансовой поддержке МК «Запорождаль». Комбинат «Запорождаль» одним из своих приоритетов понимает о том, что развитие спорта как в регионе, так и для своих сотрудников является это приоритетом. В связи с этим комбинат очень сильно помогает и инвестирует деньги в развитие этой инфраструктуры спортивного комплекса. В Запорожье открыли реконструированную хортицкую лестницу. При поддержке комбината «Запорождаль» идея воплотилась в реальность. Инициировала проект группа из сотрудников национального заповедника «Хортица» и одна из общественных организаций «Запорожья». Их проект стал одним из победителей конкурса социальных инициатив, проводимых «Запорождалью. Мы – это город». По словам сотрудников заповедника, в их планах также восстановление территории дендропарка вокруг лестницы. Плотно этим вопросом занимаются последние два года. Хортицкая лестница и дореконструкция была одним из любимых мест времяпровождения запорожцев. В будущем уверены инициаторы проекта и представители комбината «Запорождаль» – это часть Хортицкого дендропарка, станет местом культурного паломничества как горожан, так и туристов. Субтитры создавал DimaTorzok